всем привет как вы поняли по названию у нас произошло заменательные события на самом деле я думал что такое только фильмах бывает но в книгах понятное дело да мой партнер сотрудник нашел клад вот сейчас он немножко расскажу как все произошло какие события предшествовали этому почему клад вообще появился да вот и я естественно ему сказал то есть понятно что это не мои личные камни это камни моего сотрудника и его семьи да вот но я сказал что раз он наш сотрудник он должен делиться естественно он поделился он подарил по пару камешков мне и вероне вот и я хочу один камень подарить вам это не потому что такой хороший это чисто из эгоизма совершенно да я знаю что если я буду делиться с кем-то то соответственно я буду больше зарабатывать законы кармы судьбы энергии как угодно это называть я давно заметил что это есть поэтому объявлю розыгрыш а вот но давайте в этом видео да будет розыгрыш но давайте сначала немножко истории вот сначала давайте про то как этот клад почему он вообще появился почему там на шиланке вообще есть подобные клады я думаю что их немало значит у шиланки богатейшая история вот страна вот такая вот да на карте посмотрите малюсенькая но история там очень богатая потому что очень хорошая выгодная для торговли локация то есть по сути это часть очень важная часть пути между европой и азии между индией китаем и европой это прям вот такой портал до специи золото шелка вот вся морская торговля она вся проходила через шиланку обязательно вот все торговцы всегда позировались на этом острове то есть начиная с арабов индусов заканчивая голландцами англичанами португальцами испанцами там были все колонии вообще полностью все колонию всех да такой прям лакомый кусочек вот почему на острове почему не на континенте да потому что я уже раньше говорил когда про зазибар снимал свои видео что на острове легче успокоить утихомирить мест население создать там тихую спокойную базу есть еще хороший флот вокруг ты можешь всех там значит контролировать и у тебя остров остров легче взять под контроль и сделать безопасным чем целый огромный континент да неизвестно откуда там придут вон получище остров хотя бы самых активных бодрых ты можешь выбить собственно чем колонисты занимались вот и в связи с тем что там были колонии у всех там есть все религии вообще все мировые лиги которые существуют там есть я уже рассказывал когда-то про видео я про форт галь снимал посмотрите да что там есть такие направления христианство про которые никогда не слышал вообще там их десятки я гуглил побывает идешь смотришь там церковь название какой-то страннейший гуглишь оказывается что у этой церкви последователей там 8000 человек но она есть на шиланке кстати она есть на шиланке и в англии например до местные жители я думаю что изначально здесь с низким уровнем образования очень хорошо принимали все религии и они вообще очень религиозные я как это и считаю что повышенная религиозность вот это вот маниакальная жажда строить церкви везде или там храм и мечеть это связано конечно с низким уровнем образования это мое оценочное мнение да вот можно статистику посмотреть там где много теистов много образованных людей там самая низкая преступность это вот например страны скандинавии там где все набожные молятся много церквей и например сша до очень высокий уровень преступности один из самых высоких в мире вообще хотя смотря смотришь вроде все христиане да вот так это немножко отвлекаюсь то есть запомнили что религии много далее изначально коренным населением шиланки как и всей юго-восточной азии в принципе были негритосы негроиды это веды в частности на шиланке сохранились эти племена до сих пор это прям негритосы выглядят они как австралийские аборигены я у них был когда-то на стреляли мы там из луков я сломал лук свой у меня фотки очень очень давно если сильно очень промотать контакт выложены они до сих пор живут охоты собирательством у них нет там канализации и всякого такого в глиняных таких домиках и обязательно к ним поеду они настолько интересны ванистыны как масса не одета в современные одежды как и большинство диких полу диких племен уже в наше время да но тем не менее интересно все равно посмотреть в следующий раз следующую поездку на шиланку я обязательно заеду покажу и ведов и не только ведов так вот коренное население было древидийским или негритосским выглядят они как австралийские аборигены или как папуасы с острова папу я думаю что вы смотрели передачу да вот это коренное население потом было много волн миграции с территории индии был когда-то момент когда был ледниковый период люди могли на шиланку приходить вообще пешком там был мост да об этом у нас отголоски легенда о рамаяне помните да там демоны злые дяди жили на острове куда построил построили герой наши по которой были за наших до построили мост это вот как раз по шиланку вот и среди пришлых приходили туда тысячи ряд подряд до разные народы сани пришлых было два крупных народа тамилы и сингалы вот сингалы это само название народа происходит от слова синха то есть лев они такие типа войны да все там значит поголовно глобально то есть такая каста нация воинов на очень воинственные значит они пришли попозже чем тамилы тамилы там жили пораньше считается лингвисты утверждают что тамильский язык один из самых древних языков в мире вообще вот то есть он такой очень сильно архаичный да и много много других национальностей есть но вот как бы две крупных это тамилы и сингалы это совершенно разного происхождения люди они отличаются внешне они то есть если хорошенько присмотреться и там пару месяцев пожить и поспрашивать ты тамил ты сингал ты кто ты кто ты кто ты кто потихоньку начинаешь уже их различать внешне вот у них совершенно разные языки которые не родственные друг другу то есть они друг другу категорически не понимают совсем но допустим как русский немецкий да вот у них совершенно разная письменность совсем разная на первый взгляд они похожи вот смотрите я вам из википедии картинки вставляют тамильская сингальская письменности но они читать письменность друг друга категорически не могут понятно что обе письменности произошли от шумерской клинописи но вот тем не менее они разные и на шиланке тысячи лет идет война вот его даже называют остров слез потому что остров сам если вы карту посмотрите он форме слезы такой да вот форме капли они воюют между собой всегда я всегда говорил что но это опять же мое личное мнение да что на шиланке нету мира там есть перемирие то есть да уже войны не было там несколько десять пару десятков мне кажется лет прошел после последней серьезной войны где погибло 80 тысяч человек но вот я считаю что это просто такие временные перемирие состояние войны на шиланке она как бы естественно и нормально представьте воевать тамил и сингалами начали пару тысяч лет назад и как бы у них но научно это неправильно до сказать что не любовь друг другу записан прописано в генах это конечно неправильно но в данном случае такие метафоры можно использовать мало того что вот они друг друга не любят более того и это милы и сингалы делятся еще на миллион групп там я читал что только у томилов мне кажется 16 есть разных языков разные группы с разными языками диалектами диалекты настолько сильно отличаются друг от друга что они друг друг не понимают друг друга не любят смешанные браки заключают редко там есть какие-то горные тамилы прибрежные есть тамилы с этого района с того с 5 с 10 вот и собственно я все это много очень читал много об этом знаю но сейчас неуместно все это рассказывать я буду рассказывать вам когда поеду на шиланку и там уже поеду в губ острова буду вам всякие исторические места свои любимые показывать для меня не тоже памятные и у меня такие теплые воспоминания это было место где впервые испытал верону верона же она и семьи бизнесмена да это у меня родители на заводе все же сработали она закончила оксфорд училась бирмингеме тоже и собственно у нее очень но по сути лучшее образование из всех людей которых я знаю вообще вот мне было интересно как она вообще в этом в использовании в полевом да и вот мы поехали на силанку это был мне кажется наш первый такой серьезный выезд и я специально взял в аренду убитый мотороллер мы по всему острову ездили на мотороллера на моторолле под ледельными ливнями там значит я посмотрел будет она выступать или не будет вот и там есть такое место в центре острова сегири я такой камень высотой 700 метров большой на нем стоял древний город крепость неприступный вообще его никто не смог взять один король однажды последний король сегири по глупости спустился вниз что там посражаться чтобы с врагами и ну да между собой всегда войны шли оговорил да и его убили вот мы залезли на эту сегирю было очень жарко мы сесть на как опытные в кавычках путешественники не попили воды и наверху уже мы были когда мы поле что мы сейчас от едем принципе что нужно срочно попить хоть чего-нибудь я залез в мусорку там до этого была группа китайцев они в отличие от нас умные они взяли с собой воду они попили многие воду не допили я это увидел да там по чуть-чуть в это в бутылке осталось они бросили в мусорку и вся группа пошла вниз я прям залез в мусорку там мне где-то было по грудь ну то есть такой контейнер стоял до стал там копаться доставать недопитые эти бутылки с водой и сам попил дал вероне она к удивлению попила я понял что все тест пройден все нормально вот значит годится в общем хочу все это отснять для себя первую очередь на память и вам всякое там порассказываю на шиванку планирую конечно сейчас видите надо две недели сидеть на карантине чтобы туда попасть пока жалко такого времени у меня нет столько времени мы вообще сидеть заперти в отеле как-то не очень тоже да так вот вернемся к ситуации смотрите мало того что это милые сингалы делятся там по районам по всяким райончиком по регионам прибрежные горные там какие-то западные восточные северные южные они еще даже внутри вот этих маленьких общин они делятся на христиан буддистов мусульман там мусульман несколько видов христиан видов 20 наверное точно есть на вот индуисты и все все остальные все друг друга тоже сильно не любит внутри этого маленького сообщества вот особенно там выделяются люди которые занимаются торговлей это сингалы очень маленькая группа там всего 16 семей которые лет 500 600 уже занимаются торговли в том числе и драгоценными камнями они ведут очень очень сильно аскетичный образ жизни вот мой партнер он как раз один из них сейчас немножко про их семью расскажу они там не бухают не тусят не покупают какие-то предметы роскоши совсем вообще вообще совсем они несколько раз день ходят в мечеть молятся и занимается торговлей вкладывать деньги куда у них сидеть хорошо образованы многие учились за границей вот но все вернулись потом домой и все живут с родителями то есть у них очень арханичные отношения в семьях у них до сих пор сегодня в данный момент договорные браки вот и деньги не вкладывают куда они покупают всю землю вокруг вообще всю землю отец моего партнера миллионер а значит я рассказывал в каком-то из видео что вот этот камень продает на миллионер который не умеет пользоваться интернетом и метам малолетние школу школьники да я думаю написали там ха-ха что-то нам еще тут расскажи еще что-нибудь такое да посмеялись ребят у миллионера одежды наверное вот у него вот помните при немецких миллионеров нам такое рассказывали вот прям один в один то есть такой олдскульный матерый старый миллионер настоящий то есть ему ну наверно где-то под 70 у него кнопочный телефон кнопочный он не можете представить как человек и может потратить тысячу долларов на телефон на iphone а ему у него это в голове не укладывается вот у него три или четыре футболки двое джинсов он мне показывал и три или четыре саронга такая мужская юбка она так запахом одевается она принципе по всей горе сочной азии ну на больнице были знаете да вот двое шлепков у него все у него какая-то самая-самая дешевая модель тойоты однажды его кто-то из родных или там из не знаю соседи какие-то залечили что слушай ты так уважаемый человек вот ты должен показывать авторитет там тысяч такой бизнесмен тебе нужен mercedes он пошел купил какой-то хороший дорогой mercedes значит у него очень узкий такой въезд во двор и выезжая со двора mercedes большой он не привык большим машинам он поворачивал и бог вести сал на mercedes на этом и такой сидит это было при мне я был там в это время и сидит такой говорит это я только что типа просрал там двадцатку зелени типа отдают ключи ключи сыну иди его продай вот за сколько дадут за столько и продай и больше все я с машиной моя история с дорогими закончена то есть в его понимание если машина 10 дороже 10 тысяч долларов то ну нафиг она нужна вообще такая хорошая да вот то есть лютый прям мужик очень уважаю значит а у него по меркам щеланки мало детей совсем у него двое детей два сына значит он категорически вообще совсем не дает им денег вообще вот значит покушать он дает всегда то есть он говорит хочешь кушать кушай поел свободен все лет наверное когда им по 16 исполнилось он перестал покупать одежду и вообще в принципе все вот он может им дать деньги в кредит под проценты на какой-то бизнес вот но предпочитает вообще давать не деньгами а камнями то есть он будет хочешь бизнес хочешь деньги хочешь айфоны шмотки там тачки что-то такое да этот вот тебе сафир продай на эти деньги купи у меня еще два сафира продай молодец вот у нас даже были какие-то истории что я говорю партнеру своему суши мы едем но допустим на ту же сигири бери жену поехали вместе он говорит о мистер ты знаешь там отель 40 долларов а у меня сейчас таких денег нету или попросил папу он говорит папа не даст точно сто процентов вот в этом плане прям огонь я считаю очень правильное воспитание то есть дети работают 16 лет хорошо образованы и они совсем не мажоры при этом вообще хотя пап миллионер да при худших раскладах вы знаете что там наркотики алкоголь тусовки и вот эти все бренды ничего нет вот этих сыновей ничего нет вот значит они оба через договорные браки вышли женились то есть как-то выглядит папа пришел сказал слушай сынок у моего друга у него кстати другой друг есть который зовут мубарак мубарака например это мухаммеда какого-нибудь доченька подросла красиво образование получила в арабских эмиратах то есть правильная значит там наша исламская женщина они все очень сильно закрыты у них все закрыто полностью вот который именно из их тусовки тети до говорит что слушай давай-ка как я не знаю ну короче начнем а вот это вот традиционная система она долго у него это около года заняло начнем общем брачные игры и потом значит бракосочетание вот он никогда с ней не осталось наедине до свадьбы и первое и второе не оба вот причем для меня это тоже был очень странная гсуши а вот окей ну вот ты женился она тебе ну как бы ну вот не нравится что ты будешь делать он говорит я ее полюблю я говорю ну а если у нее там за усы и больше чем у меня он говорит сурну полюблю вот они живут все всегда вместе или в соседних домах или вот как в данном случае в одном доме да то есть дом причем небольшой совсем но вот он чуть больше чем вот этот мой дом я свой дом здесь показывал а там народу не куча живет там какие-то сестры тети там что-то семьи большие вот после свадьбы женщины несмотря на великолепное образование она очень хорошо говорит по-английски и на по образованию мне кажется доктор они все они садятся дома и больше с дома по сути никогда в жизни не выходят только там куда-то в магазин или по делам но там не знаю допустим страховку оформить паспорт продлить но там что-то такое да только в сопровождении на членов семьи желательно мужского пола такого понятия как пойти с подругами посидеть кафе например у них вообще нету для меня конечно странно зачем было получать образование я ничего не понимаю то есть вот такая культура в принципе не менее осуждать так вот оба сына женились значит у обоих сыновей родились дети и стало ну совсем уже тесно в доме а рядом был заброшенный дом получается дедушка это отец отца ну то есть дедушка моего партнера отец этого его отца миллионера да вот я в этом доме причем несколько дней жил но там то есть я приехал что-то отели были полны это был самый пик сезона и они открыли этот дом ну там не было там был отключен водопровод электричество я поэтому так пару по раз переночевал нашел отель и съехал оттуда а вот если я знал да что там клад я бы может звать ел бы самым так вот решили что значит сыновьям с детьми и жеными надо съехать в этот дом дом уже такой он много десятилетий простоял без людей там никто не жил и он обвешал довольно сильно начали делать там ремонт и вскрыли полы деревянные а там оказалось 5 ведер ведер вот смотрите видосы на видосы снимали в панике дрожащими руками в темноте ночью вот естественно на улице никто это не выносил я конечно не буду называть ни имен ни фамилии вообще ничего потому что преступность нашел анки есть грабитель есть там даже есть киднеппинг так называемый то есть если узнает что нашли такой клад могут похитить члены семьи оружие там полно на острове потому что война не прекращается и требует выкуп да например вот значит а нашли вот такой клад никто из бабушек дедушек дядь там уже у там же у дедушки у бабушки была куча сестер братьев никто никогда об этом кладе не говорил то есть выходит что дедушка его припрятал но чуть ли не единолично потому что если бы еще другие члены семьи знали кто-то бы перед смертью хотя бы сказал бы да значит конечно но это вот то о чем мы смотрели фильмах и читали в книгах а тут смотрите вот реально это существует она бывает там великолепного качества камни половина примерно мы пока не понимаем что такое вообще они сейчас все в нашей мастерской мы начали их огранку но это займет примерно полгода там есть крупнейшие очень хорошего качества александриты есть сапфир из мадагаскара чего там только нету там вообще и бирманские есть подозрение что рубины есть там да ну то есть есть хорошие рубины возможно они из бирмы потому что как мы предполагаем мы посмотрели просто по всяким событиям да что скорее всего клад этот значит спрятали под по вот эти все камни где-то в шестидесятых примерно в это время рубинов на мозамбике еще так вот широко много не добывали то есть скорее всего они вообще бирманские тогда это миллионы а может десятки миллионов долларов это конечно но фантастические истории но тем не менее не происходит значит почему так получается потому что как только начинаются какие-то волнения противостояния как правило все сразу на шеланке начинают громить и жечь мусульман то есть мусульманские погромы вы раньше слышали про еврейские погромы но от бывают мусульманские погромы потому что мусульмане самые зажиточные то есть смотрите мой же партнер да если бы у них был другой склад семьи он же мог попросить у папки там значит купить себе денег до купить себе виллу яхту там вас вегасе бобо просаживать проигрывать нет они скупают постепенно все дома вокруг они занимают людям деньги под процент расставщичество так называемое да на вот оно запрещено кораном поэтому они это делают через каких-то своих сотрудников ну то есть все стандартно то есть любой лиги это во многом лицемерии вот и соответственно они купили там полегающие к их дому районы кварталы кафе рестораны и многим владеют соответственно когда начинаются какие-то значит события восстания народные волнения все-таки блин так это же они нас поработили они же виноваты в том что у нас ничего нет а у них все потому что они плохие начинают и громить хотя на самом деле вот сколько работаю с ними да я уже больше 10 лет с семьей общаюсь работаю и других то многих знаю но действительно люди реально фигачат и не тратят вообще ни копейки они все вкладывают полностью в покупку внутрь вкладывают в землю вот их начинают гребе громить пару лет назад были очередные волнения сожгли много магазинов ресторанов именно конкретно до этой семьи добрались добрались до других я знаю что около 200 тысяч ванкийских мусульман мигрировали в малайзию малайзиям предоставляет сразу там гражданство и всякое такое потому что это прямо такие настоящие правильные почти почти на правильные мусульмане вот not как бы такие феноменальные истории да это все получилось вот благодаря вот этой ситуации напряженной причем там как там интересно что там милые допустим христиане не любят там мил мусульман соседей просто то что они мусульмане мусульмане любят христиану там полнейшая жесть это вот очередной раз говорит о том что если бы все были ты истами был конечно очень хорошо людям было бы намного легче и проще жить то есть лиги вот для меня лично опять же мое оценочное мнение это ну такой повод для большинства воин каких-то кровавых распри погромов геноцидов и всего остального на втором месте после лиги идет национализм да то есть это неприятные вещи так теперь в общем рассказал я вам появление клада и немножко предыстории собственно почему но был какой-то очередной погром дедушка запрятала и почему-то никому не сказал вот почему не сказал хотя бы перед смертью там папки чем я спрашивала может он умер там найти был был бодрый такой значит бодрый бодрый на бодрячке и раз упал умер от сердца нет он заболел тяжело несколько недель болел он понимал что он умирает собственно умер да то есть но может забыл может него был стартики маразм в общем мы у нас много предположений но мы точно не знаем еще один интересный момент что в то время 60-е когда вот все это произошло и спрятали этот клад ценились только синие сафиры на шиланке цвета royal blue все остальное считалось какая-то ну рубины еще да все остальное какая-то фигня все эти турмалины там титаниты гранаты они как бы нафиг никому не нужны вот синие сафиры а блю это вот да это камень рубин да все остальное какая-то хрень вот и там прям засыпано ими все и мне даже рассказывал папа вот моего партнера что особо и как-то not когда находили да например залежи там турмалины да блин опять не повезло ё просто турмалины нашли нет чтоб синие сафиры но ладно надо их куда-нибудь сыпать пусть пока полежат вот собственно клад состоит в основном не из синих сафиров на вот синие сафиры он видимо знал куда как продать почем и сбывал их а вот всякую фигню по тому времени до фигню в кавычках он вот туда откладывал там очень много интересных камней очень много шпинели всякий разный все что будет интересно попадаться я вам буду все показывать конечно в камнях недели но это не скоро ребят потому что у нас работе 700 заказов сейчас и мы в первую очередь конечно граним то что по заказам находим до ограничек хороших хороший ограничек у нас один еще там 23 штатных которые обычную огранку делают так вот здесь тем что я получил подарки вам с вами тоже хочу поделиться ведь такая радостная новость для меня вот кстати деньги которые мы заработаем на этом кладе они вот медицин не интересны мне вот сама вот это вот волшебность этой истории да вот когда мурашки у тебя мне конечно очень жалко что я не мог туда полететь и хотя бы вот все это потрогать своими руками из-за вот этих всех морового поветрия до которые у нас сейчас по по всему миру но тем не менее я прям испытал ну вот какие-то ощущения непередаваемые когда он мне позвонил по видеосвязи все это показал потом скидывал все эти видосы хочу разыграть камень я хочу разыграть один из ну то есть я буду навязчивым в своих вкусах хочу разыграть один из своих любимых камней это будет мы разыграем один камень на выбор это черный бриллиант это сумеречная или грозовая шпинель или черный звезд и сафир как мы проведем розыгрыш а значит посмотрите на экран вот турмалин это кстати и склада он подошел под один из моих заказов мы его гранили и мне кажется что он уже все уехал значит такой конкурс владелец камня не будет участвовать конкурсе муж с ним договорились обо всем до конкурс такой нужно как можно более точно угадать вес этого турмалина вот прям кто ближе угадает естественно можно до десятых доли гадать да тот получит приз но нету турмалин потому что он чужой не мой да мы его уже продали а вот один из трех моих любимых камней тут я навязываю со вкус но извините вот такое деспот значит угадывать можно любое количество раз писать нужно в комментариях то есть вы можете сделать там хоть 100 попыток да и обязательно свой вы должны быть подписаны на канал потому что прошлый раз когда устраивал розыгрыш очень много людей не подписывались а как бы мне обидно подписывайтесь да монетизация меня тоже мало интересует но приятно когда эти тебя смотрят много людей я уже потихоньку начинаю входить во вкус конечно все равно в первую очередь снимая для себя но и для вас потому что общение она как бы всегда радует особенно позитивное еще один момент смотрите очень важный сейчас все сертификации доставки и растаможки затаможки занимают огромное количество времени огромное количество времени то есть вот раньше можно бы прийти там в мгу или в другую любую лабораторию в любой день приходишь дал камень через два дня забрал да сейчас по за ipc то есть вот сегодня пятое число я звоню в мгу говорю ребят вот у меня выиграли камень я хочу его подарить победителю вместе сертификатом они говорят но смотри сегодня 5 у нас есть свободный день до 20 есть свободное время приходите 20 вот то же самое на почте у нас таиланде жестокая жесть вообще сейчас третья волна пошла самоизоляции на почту попасть тоже довольно сложно то же самое с таможнями растаможнями то вместо 10 специалистов работает один специалист поэтому давайте сразу говоримся у меня просто было такое да что человек выиграл камень прошло две недели он пишет мне ну и чё где мой камень я пишу да он даже еще таиланда не покидал и он его только отвезли в лабораторию на сертификат а все понятно так знал так и знал что развод аферисты негодяи там все такое я такие выигрыши от меня и сразу человек сразу в черный список блокирую поэтому когда вы выиграете вам придется спокойно ждать обманывать кого-то мне смысл никакого нету вот я это делаю для себя в первую очередь я знаю что я сейчас за 1000 или там за 2000 долларов вам камень отдам сам заработаю на этом там в 20 раз больше да ну вот собственно такая история потрясающая если бы не рассказывали я даже не поверил бы если вот какой-то незнакомый человек все это рассказал я подумал бы что подгоняет что-то какие блин клады 21 века на дворе да ну вот смотрите есть все бывает вот всем удачи всем пока работаю потихоньку над видосами времени очень мало работы много покатушек пока у нас нету у нас ковидного сверона сидит дома болеет просто без нее никуда не есть там уж хотели есть по всяким крепостям по старым городам делать обзорчики но вот чуть попозже все это будет не знаю там пусть недельку поваляется я пока запишу про ангорун гору про массаев и всякое такое разное вот еще у меня вопрос я сейчас очередной раз упорно занимаюсь гемологом беру частные уроки очень серьезный специалист вот интересно ли вам хотите ли вы дальше энциклопедия помните как я про шпинель снимал про всякие там про гранаты можно про сафиры про всякое такое а вот хотите ли вы такое смотреть вот пишите тоже в комментариях так и по поводу того забыл да прощался сейчас вспомнил тоже что а да выигрыш там подтасуют траляля сейчас там сделаю так чтобы угадали свои чего-нибудь такое вот тоже много споров на эту тему всегда смотрите я точный вес этого турмалина продиктую сейчас да вот как я делал тогда когда мы на мадагаскаре а бы мы разыгрывали какой-то камень не помню какой вот запомните во что я одет какой вид вот как облака расположены то есть я не буду потом после того как чек якобы угадал да вот это все делать но опять же не моих это на принципах но на всякий случай чтобы поменьше было там темные волны вот я не знаю почему но всегда выигрыши у меня почему-то связаны и розыгрыши такие у меня связаны с какими-то негативом а хочется получать только позитив вот я поэтому прям сейчас вот не переодеваясь не вставая место запишу на видео точный вес этого камня и потом ставлю видео где мы объявляем победителя вот теперь точно всем пока не болейте